Здравствуйте дорогие друзья, спустя 15 дней после релиза первой тестовой сборки iOS 12 для разработчиков пожаловал долгожданный апдейт. Работа проделана относительно колоссально. О новых фичах, исправленных ошибках и прочих важных вещах в этом видео. Устраивайтесь поудобнее. Вес апдейта составил почти 700 мегабайт, при этом освободилось 1.3 гига дискового пространства, обычно это связано с очисткой кэша. Что нового? В приложении фото увеличили размер текста в списке типы медиафайлов. В первой бете размер шрифта был чрезмерно маленьким. В настройках профиля пользователя в App Store появился новый раздел Персонализация. Сюда зачем-то продублировали вкладку с купленными приложениями, разместили раздел с активными подписками, играми и программами, на которых оставлен предзаказ и вкладку с вашими отзывами. Правда у меня почему-то не отображается ни одна оставленная мной пометка. А при поиске в списке результатов теперь отображается больше из-за уменьшения размера шрифта. В Safari оптимизировали вид клавиатуры, когда связка ключей предлагает залогиниться под сохраненным аккаунтом. Вместо ужасной пустышки теперь отображается красивое, компактное окошко клавиатуры. В приложение музыка добавили новый жест 3D Touch по проигрываемой, но свернутой композиции, где можно удалить трек из медиатеки, добавить его в плейлист, есть дополнительные опции для подписчиков Apple Music и кнопка с лайком и ее антагонистом. Подкрутили приложение рулетка, работает быстрее да и цепляется за предметы получше. Оптимизировали поиск в настройках, теперь он выдает меньше вариантов чем в первой бете, но зато бьет более точечно, скрывая кучу не всегда актуальных пунктов меню. В раздел с уведомлениями добавили пункт предложения Siri, который можно отключать в тех или иных приложениях дабы не докучали. Новую крутую функцию SleepingTime нормально локализовали, а то экранное имя звучит как-то совсем некорректно. Да и добавили новую стартовую плашку демонстрирующую назначение функции. Порадовал свежий перевод большей части текста этой и других новых функций, но все равно остались нелокализованные моменты. А еще в функции экранное время есть место где можно посмотреть статистику использования по всем устройствам, привязанных к одному Apple ID. В этой же вкладке вы можете заметить новый фильтр часто используемых. Категории. Освежили графики уровня заряда и активности в разделе аккумулятор. Стало немножечко нагляднее, особенно в том, что отображает активность. В раздел с диктофоном завезли стандартную область с правами доступа к геопозиции, Siri и фоновым обновлениям. Если вам стало скучно и даже немного одиноко, больше нечего смотреть ютубчик или читать, то в самом низу раздела iTunes Store и App Store вы сможете увидеть строчку как осуществляется управление данными. С текстом на много-много букв. Перейдем к проблемам. Исправили работу GPS. Теперь соединение со спутниками происходит так же быстро, как и раньше, а не 2-4 минуты. Наконец-то удалили постоянно висящую плашку якобы подвисшего приложения телефон из режима многозадачности. Исправили проблему, когда при запуске камеры из центра уведомления в приложении работающем в альбомной ориентации вместо окна камеры здорового человека появлялось окошко курильщика. Устранили возможность удалить любой пункт меню в кладке сотовая связь через неизвестно почему появляющийся слайдер. Запустили функцию настройки экранного времени для семьи, в первой бете она отказывалась работать. Пофиксили работу расшаренной точки доступа. А еще в коде прошивки нашли упоминание новых моделей Apple Watch. С исправлением старых недостатков завезли и кучу новых. К примеру перестал работать виджет погоды. В пункте управления процент оставшегося заряда аккумулятора съехал немножко вниз. А если вам кто-то звонит и вы решите напомнить о вызове позже, система просто выбрасывает на рабочий стол, а входящий вызов не прерывается. Ну и так далее. Практически полный список исправленных багов, обнаруженных новых и проблем которые еще не решились вы можете увидеть в этом списке. Будет интересно, поставите на паузу. Улучшили стабильность работы как штатных так и сторонних приложений. Меньше незапусков, меньше подвисаний, да и количество микролагов сведено к минимуму. Правда пользователи стали жаловаться на то что операционка якобы начала работать медленнее. Стоит учитывать тот момент что было перерисовано большое количество анимаций, стало поприятнее и поплавнее. Результаты синтетических тестов даже показывать не буду. Не ну покажу конечно, но у всех они разнятся настолько кардинально, прям в интервале нескольких тысяч, что ни о каких объективных сравнениях и речи быть не может. Полевые тесты показали что вторая бета работает уже не так шустро как первая по сравнению с последним финальным релизом iOS 11.4. Видимо из-за улучшенной плавности чуть-чуть порезалась скорость, но о чем-то конкретном пока говорить рано, впереди еще 5-7 бет будет однозначно. В любом случае всем сомневающимся я настоятельно рекомендую ждать финального релиза iOS 12, который состоится в сентябре, ну или как минимум выхода публичной бета-версии в июле. Напомню, что вы наблюдаете обзор прошивки для разработчиков, также посмотрите свежий ролик про всю боль тестирования на примере первых бет iOS 12 и WatchOS 5. На этом все, всем добра и хорошего настроения, заочно благодарю всех тех кто поставил лайк этому видео. Вы здорово помогаете каналу, спасибо и пока.